В 2012 году в управлении здравоохранения и учреждении здравоохранения вся работа направлена была на продолжение реализации программы для реализации здравоохранения в Московской области на 2019-2012 годы в рамках реализации на территории пышной справедливости по совершенствованию медицинской обслуживания целей. Доброй человек, медицинская помощь в соответствии с федеральным законам создавал 10-ти вещества бюджетных групп, которые продолжают работать на территории пышной справедливости, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Облаконно-политническая помощь доказывалась в 16-м году. Так самостоятельно имеют всякие, входящие в структуру самостоятельного утверждения. Планная мощность облаконно-политнических утверждений в смену составила 12 до 181 дт. Она на уровне больше относится, то есть практически мощность не менялась. По сравнению с московской области она не сохраняется. В 2012 году в учреждение здравоохранения Кушинского района пришло более 2 млн. человек. Винок 182 сниздачных посещений. В том числе было обсуждено дому 63 тысячи. Число посещений на одну врачебную должность занятое составило более 4,4 тысячи человек. По московской области 4,2 тысячи. Число посещений на одну жителей в поликлинику, включая посещение в страну, на несколько ниже, чем по московской области. Составило восемь. По сравнению с московской области 9,8 тысячи. В поликлиническом учреждении в соответствии с программами активно развивались в стационарах замечающих и для медицинской помощи. Количество медленных стационаров при поликлинике составило 60 пациентов в месяц. Число пролеченных составило 2,030 человек. Это несколько больше, чем в 2011 году. Число мест в стационарах дневного пребывания в больницах составило 83. Число пролеченных в них более 2,4 тысячи человек. Количество мест в стационарах на дому, которые организованы практически в каждом населенном пути составило 88. В них пролечено до дома более 1,165 человек. Обеспеченность в целом пролеченным стационаром, как наиболее прогрессивный метод лечения, у нас составило 12,4 тысячи семей, что почти в два раза выше, чем в целом в московском области. И эта форма населению приветствуется, и она наиболее доступна. В районе активной служицы выездная форма образования медицинской помощи с эллипатурой является приближение провоцированной медицинской помощью. Отсюда работа на поликлинической, в связи с отсутствием ряд специалистов, владельцев и сленок. Мы знаем, медицинская помощь оказывается специалистами учреждения хранения как в Шестово района, так и специалистами областных и границах. Выезды врачебные двигатели проводятся по согласованному правилу по заявкам главных врачей и проводятся с помощью участия узких специалистов. На выездной консультации проводятся различные обследования в больных. Не только консультации врачей и специалистов, но и проводятся предъявлениями СЛФ, измерения глюкозы в крови, измерения глюкозы в мочи и так далее. По результатам осмотра с целью уточнения диагноза и выводки тактики лечения пациента, направляясь на 20 лет, не так и в больных учреждениях для обладания, так и в больных областных центрах и вне владельцев. Более 3200 человек по итогу 2012 года прошли через консультации выездных специалистов нашего района. Время на патологии 300 человек в среде обследованных. На карте обследования 100 человек, и на консультации 100 человек. Кроме того, во время осмотра выявляются пациенты, которые нуждаются в консультации областных специалистов. Поэтому по заявкам в управлении взрывоохранения главных врачей в нашем учреждении мы делаем заявки от МОНИ, либо от ШКЦ. За 12 год консультировано при выезде специалистами МОНИКи 388 человек. В прошлом году с целью специализированной медицинской помощи консультативной у нас первый в районе работал в мобильной даконологической МОНИКи. Он работал. Он работал у нас с 18 до 25, 10 дней. Но эффективность его была очень высокой. Было осмотрено более 500 человек. Из них 31 человек больны с аккодиабетом. И 258 человек, группа рисков, которые не страдают с аккодиабетом, но противника. Значит, по итогам работы этого модуля у нас проведено у нас участие специалистов МОНИКи 2 научно-фактические конференции как для врачей, так и для врачей. И, кроме этого, параллельно работала школа здоровья для пациентов, которые пришли на консультацию. На протяжении нескольких лет мы активно сотрудим с центром имени БАП. В 12-м году специалистами центра проконсультировано более 188 человек. То есть специалисты приезжают к нам в пациенте, осматривают на месте наших пациентов. При необходимости уже решают вопрос об оперативном вмешательстве, дают специальные калоны, для защиты и отправляются на лечение в федеральном центре. Одним из важных направлений в первичном генераторе в Украине является предприятие приоритет национального проекта здоровья, который в 2006 году работает в Российской Федерации. Это медицинская служба, прежде всего, которая имеет важное значение в профилактике реального явления, особенно онкологических больных. За 12-й год прошло дополнительную диспансеризацию в 2000 человек. Ежегодно у нас примерно 2000 человек в последние годы проходило. Были когда нам давали планы на 3000 человек, и все планы мы выполняли, хотя очень трудно это сделать, что наши учреждения справлялись к заданиям, и в округе есть 30 лет, и в итоге в работе среди определенных медосходов 12 года было, конечно, очень много больных. В заболевании выявлено 1931, среди осмотренных. Взяли на диспансерный учет около 600 человек, и из них нуждалось и засмотренных 478 человек, садоторно-правным лечением. Была продолжена работа по реформированию увеличенной медицинской помощи по привлечению лечаевших практик. К сожалению, эта форма идет очень медленно. Нашим реформированием считается в целом по московской области, но вместе с тем один участок врачебный мы ежедневно смогли открыть. В амбулаторе, туда же в Украине врач, подготовленный, которые активно работают в Украине. Кроме этого, мы сегодня подготовили еще несколько участков, которые в последующем будут поэтапно открываться в наших населенных пунктах. Вы знаете, для этого хозяйства у нас будет программа модернизации. Это в основном население Сокринское. Почему? Потому что мало населенных пунктов должны быть, менее 100 человек. В каждом населенном пункте должен быть старше на расстоянии населения, в которых есть вопросы подниматься. Сегодня мы планируем еще открыть несколько дуровых хозяев в Царевском поселении. Одним из разных направлений национального проекта является появляющий здоровый образ жизни. Вы знаете, что у нас работает центр здоровья, который активно выезжает по нашим населенным пунктам, работает как в поликлиниках, так и на предприятиях. В прошлом году было осмотрено около 6 тысяч человек. То есть эта форма продолжается и будет работать. И кроме этого у нас работает открыто 13 школ здоровья, которые посещают 2200 пациентов, которых обучают наши специалисты. И эффективность этой работы заключается в том, что, как правило, прошедшие эту учебу не попадают с улучшением состояния стационарные условия на лечении. То есть их обучают очень серьезно, они сдают экзамен. То есть довольно-то повышается высокой граммой. Значит, граммой модернизации были осмотрены подростки. Мы ежегодно их осматриваем. Дети сироты и так далее. Значит, осмотрены планы на 100 процентов. По цифрам это 1603 ребенка осмотрены по диспансеризации подростков и 52 дали долга всего. Скорая медицинская помощь в прошлом году выполнила около 57 тысяч выездов. Значит, показатели ее работы соответствуют нормативу Российской Федерации 318 выставших различных населений. Сационарная медицинская помощь оказывается в трех учреждениях. Районная полиция, Сокринская и Ожикинская полиция. В прошлом году несколько снизилась работа в связи с проведенной большой работой по модернизации это ремонт районной больницы. Такие условия поставлены, что закрывать учреждения нельзя, нужно работать и в то же время надо предоставить работы строителями, которые, естественно, не позволяют свернуть так, как положено. Поэтому, конечно, сказалось, акцион коньки работы в режиме на 100%, практически 330. поэтому, мы эту работу будем продолжать. Серьезная работа проводится, большой объем, очень сложный. Это вакцинация. Почему? Потому что, к сожалению, сегодня наше население не только тоже изобретение, просто не хотят переливаться. Вы сами знаете, мы, Иисус, священники, и когда случаются проблемы, то все забывают о том, что они ингредиенты. И, как правило, заболеваем, если брать инфекционную патологию, управляемые инфекцией, то, как правило, забывают те люди, которые не были ингредиенты. Это ингредиенты, другие заболевания. Поэтому, еще раз, в пользу случае, призываю вас этой работой заниматься вместе с нами и всегда, когда приглашают добрее, конечно, надо идти в первую очередь. Вот пятница его совещания проходила в Израиле, в Московской области, по проблемам гриппа. Знаете, ситуация очень сложная в Московской области, на этом, скажем, например, очень много осложнений есть. И, как правило, осложнение в виде тяжелых гимоний приливается в людей, которые не были привиты по гриппу. Конечно, это требует дополнительных финансовых резервов, причем резервы, которые мы должны потратить в муниципальном местах. Когда мы занимаемся профилактикой, то вакцина нам закупает федеральную помощь. вакцинация А вот, когда мы начинаем лечить и не подать денег, то нас обязаны постоянно выделять деньги. Поэтому для того, чтобы нам думать о будущем, особенно на будущем, я думаю, нужно очень серьезную работу подготовить, для того, чтобы в 2013 году все-таки вакцинацию поднять. Несмотря на все проблемы, вакцинация будет управляемой конференцией, у нас остались сегодня вакцинации 98-99%. Продолжалась работа по ровному связи, как вы знаете, до беременных. На 14,7 миллиона рублей поступило средств в наше учреждение здравоохранения, которое занимается этим вопросом практически все 10 облаторно-предельничных служб, 10 уже и не понятно. В рамках модернизации, может быть, повторюсь, но кроме районной полиции еще 5 учреждений вакцинации были в капитальном эмульсе, но, вы повторите, это не Мамонтов, это и Грязьма, это и Правдинская поликлиника, это Звягинская область, фарма Решина, объем достаточно большой, 145,9 миллионов рублей в целом было направлено, и кроме этого необходимо отметить, что большой объем был приобретен в медицинском оборудовании на 140 миллионов рублей. это большая часть конечно районной больницы, 12 миллионов рублей на Сомнице, городская больница, и 480 тысяч рублей это Грязьминская поликлиника, Ченкизовского здания. Представьте, проявленные работы несколько улучшились, либо стабильно остаются минимумы графические показатели. информация на 12 миллион, по счету, в дальнейшем на 146,000 при этом гранатом в килограммах уsize, с половиной на тысячу. Это смертность снижается до 14,6, а правда показатель, естественно, уголь населения уменьшается, минус 3, а вы помните, он был еще недавно, в разы больше, но наша задача продолжать вместе, чтобы, естественно, уголь была положительной, а не минусовая. То есть граждане превышает знание смертности. Лучше стал показатель, и очень важно, он стоит в качественном показателе, докладу губернатора, президента Российской Федерации, это снижение смертности на дому до 65 лет. Он на нас ниже стал. Значит, нужно отметить, что ниже стал смертность и улучшился показатель, умерший год импактами, это результат, конечно, комплексная работа большая, но инсульт и так далее. То есть есть ряд показателей, которые свидетельствуют о том, что район очень много делает не только минусовские работники, я еще раз хочу подчеркнуть, а все сидящие здесь в зале, потому что любой показатель, да, решение комплексных проблем социальных. Значит, показатель, молодежь к смертности, у нас один из лучших не только в районной московской области, чтобы не знали, но 440 в правительстве, но на уровне европейских государствах. Мы, конечно, должны, наверное, работу продолжать, чтобы сохранить, потому что нормативных, так называемых, 6-7 правительства. И снижается заболеваемость населения, это тоже хорошо, потому что меньше болеют люди, но очень много есть проблем. То есть я на них не могу остановиться. То есть первая проблема, еще раз хочу подчеркнуть, это кадр. Кадрная проблема, несмотря на то, что мы принимаем кадры шахи, пока мы не видим большого, но вместе с ним есть брать адрес на решение этих кадров, то она замена. А в целом, по показателям, она не видна. То есть, например, если мы берем, принимаем врача, условно называемые тяга, в Тарасовском амбулаторе, и она решает проблему на 100%, то она видна. Значит, если мы берем врача в Тарасовском амбулаторе, не так давно, значит, там снята проблема, указано в враче. То есть один врач играет иногда очень серьезную роль в небольших наших амбулаторных клинических учреждениях. То же время в целом, когда мы смотрим, то, что сказал Филис Карлосович, допустим, районный врач город Пушкина, и там не один врач больше, а десяток, конечно, вот она у нас пока пробуксована. И поэтому мы приняли с вами, знаете, в конце прошлого года программу по медицинским правдам. Неплохие заложены механизмы туда, механизмы, которые направлены на улучшение целевого набора, направление высшей школы. Ну, 19, значит, которые мы направляем, к сожалению, это мало. Нам нужно направлять котяночек в 30-40 год для того, чтобы проблему когда-нибудь решили. Но в связи с сосредственным, значит, авторитетом врачей и всех, то есть, к сожалению, не хотят сегодня пускать высшую школу, хотя там фонд из врачей экономики есть. Значит, мы добились, чтобы программируемые вопросы по доплатности, где эти первые, не в каждом районе это есть. Мы приняли решение доплачивать врачам по 5 тысяч. Мы не знали, что с 1 января 2015 года правительство Российской Федерации принято модернизацию по этому направлению. И когда мы закладывали 5 тысяч, мы предполагали, что 10 тысяч федеральных надпадов, плюс 5 мест, это 15. Это будет выше, чем на всех районах, ближайших от нас, до Москвы. Таким образом, мы пытались врачей задержать и привлечь. И мы сегодня видим, что к нам сегодня встали приезжающие в каких районах. Вот медиатор поехали, сейчас, я думаю, терапевты, если поедут, то, конечно, взять и облик с ними. Но проблема остается. Значит, вот когда мы говорим, кто есть, кто есть, кто целеводный набор, да? Ну, вот в 2012 году нам приехали всего лишь 3 выпускника законщично-медицинские вузы и 12 космедицинских вузов. Конечно, это мало, но, к сожалению, целевого такого распределения сегодня не существует. И поэтому через механизм выплат степень, зачем мест вам лежит, мы предполагаем юридические обосновки, заставить отрабатывать людей, которые поедут в Сушенский район, наступая в высшую школу, с последующей отработкой, и по отрабатывать всех денег, которые потрачены на государственное обучение. Продолжается работа, конечно, по повышению квалификации. По повышению квалификации, по повышению ежегодно мы обучаем на курсы по совершенству. Это требуется в обязательном порядке, потому что отсутствие лицензии не дает возможность обозрабатывать врачи в наших медицинских организациях. Около 166 средних медицинских обучений. Это, допустим, большие, конечно. И реально наши доктора и специалисты практически все обучаются раз медленности. Кроме этого необходимо отмечить, что важная сегодня перед нами задача и проблема, которую сессию, это то, что правительство сняло доплату с первого дня 13-го года. Министерство здравоохранения издало приказ, издало предыдущие указания, что мы должны выплаты по 10 тысяч врачам, по 5 тысяч медсестрам, работникам скорой медицинской помощи, перечерам, папам, то есть всех, кто попал в эту программу в предыдущие годы, диаметром 11-й год, сделать таким образом за счет заработанных средств каждому учреждению в отделности. Мы канализируем, да, приказ пришел, мы до последнего ждали. В январе мы набрали, правда, письмо, в министерство здравоохранения. В феврале мы набрали письмо о том, что наши расчеты не позволяют это произвести. Приказ Министерства издает 8 февраля, а вегетические указания издает уже. В 25 февраля и до 28 февраля предлагают вот эту работу организовывать. Естественно, мы набрали письмо о том, что мы не можем выполнить это, к сожалению, распоряжение. И наши расчеты, вот эти дни мы анализировали, требуют дополнительно 25,9 миллионов рублей для того, чтобы произвести эти выплаты. Я посмотрел на 2011 год у модернизации. Государство на эти цены выделило более 28 миллионов рублей. То есть это примерно сопоставимо к тому, что раньше давалось. Поэтому здесь я предлагаю рассмотреть, подземленно, где я беру вопросы, как и не могут быть. Мы, конечно, должны продолжать работать с проведением самостоятельности, не травм, выводиться, чтобы эти деньги все-таки нам выделили. И рассмотреть в виде временного поэтапного такого-то периода, может быть, рассмотреть вопрос выделения финансового предстоящего местного бюджета на какой-то период, пока проявится этот вопрос, если это возможно. Второй проблемой остается лекарственное обеспечение, кто-то по типу лекарственных. Здесь, конечно, очень многое сделано.